Итак, завод по производству грузовиков в Калуге и еще куча полезных ништяков, некогда принадлежащих концерну «Вольво» перешли под управление российского бизнесмена. И ребят можно натурально поздравить, потому что отдали они это дело явно задарма, сейчас просто иначе не бывает. А между тем в России как раз образовался бум на грузовики. И мы не шутим, вон генеральный директор завода «Урал» не скрывает своей радости, потому что такого подъема продаж у него на предприятии просто не было никогда. Да-да, со времен распада Союза не было примеров такого ажиотажа, а товарищи из «Вольво» взяли и просто, считай, отдали свой рынок. Далеко пойдут, в прямом смысле, как Макдональдс, ага. И самое смешное, так сейчас везде бизнесмены из стран «Золотого миллиарда» послушали своих политиков и пошли у них на поводу, но суть такая. Оставили свои шикарные деньги и скрылись в тумане. Откуда сейчас, правда, постоянно слышны крики и стоны, потому что потери и западных партнеров безумные, и повода для оптимизма нет от слова совсем. Кстати, всех касается, вон, компания «Хуавей» предоставила свою новую модель телефона, и тут же у яблочной известной американской конторы обвалились продажи. Или возьмите «Мерседес». Зачем был огород, спрашивается, городить с отключением уже купленных автомобилей от своих онлайн-сервисов? И репутация теперь ниже «Плинтуса», и люди поняли, как называют тех, кто умудряется кинуть своих клиентов на ровном месте и не пойми зачем. В общем, матерые бизнесмены почему-то в 21 веке показали, что они такие же и крутые. И более того, возникает много вопросов, как они вообще не прогорели еще. Впрочем, больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Влад Серов, я автор канала «Не конец истории». Из хороших новостей по рассказам друзей, даже ведущие популярный ток-шоу уже иногда так и говорят – это не конец истории. Из не очень хороших после отмены монетизации на Ютубе в России, особенно когда недавно нам еще и просмотры прикрутили, проект держится на честном слове и без вашей помощи, очевидно, никак. А между тем, несмотря на шутки за 200 наших самых постоянных зрителей, мне, чтобы вам было весело послушать несколько минут новостей, приходится их перебирать, находить то, о чем еще можно говорить, команде собирать ролик, рисовать обложку и так далее. Казалось бы, простое занятие, но это только так кажется. Поэтому мы очень надеемся, ведь вас много, на вашу помощь. Номер карты и другие способы перевода вы найдете в описании к этому ролику. Не бросайте нас, ведь это не конец истории. Итак, завод по производству грузовиков «Вольво» перешел в другие надежные руки местных российских бизнесменов. И это в тот момент, когда в стране натуральный производственный и строительный бум. То есть «Вольво» обманула себя два раза, решив уйти из страны под самыми последними санкциями. И это ни разу не единичный случай, между прочим. Так, завод «Рено», это который «Москвич» был продан за один смешной рубль. Как и завод автопроизводителя «Ниссан», но там сделка была мощнее. Производство ушло аж за один евро. Или «Мазда» продала свою долю в российском бизнесе тоже за один евро. Список подобных сделок большой. Мы недавно рассказывали, как были проданы остатки канадской «Магна», причем вырученные деньги тут же были перечислены в качестве уплаты налогов. В общем, спустя только полтора года с небольшим, уже стало понятно, что Россия точно не проиграла от исхода западных бизнесменов. Чего нельзя сказать о последних. И это точно не конец истории. Субтитры создавал DimaTorzok